Друзья, привет! Помните, вчера, во вчерашнем эфире, я рассказывал, что, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо и подло со стороны, например, армянских блогеров и журналистов выступать на азербайджанских пропагандистских правительственных каналах и поливать грязью собственный народ, имея в виду Армянский и Республику Армения. Я в частности упомянул Романа Багдасаряна, который просто не вылезает с таких сайтов, как Баку ТВ, АСТВ, CBS и все прочее и прочее. То есть я понимаю, что они платят от 200 до 500 долларов за эфир. По крайней мере, столько получает один из моих знакомых израильтян, который периодически комментирует на их каналах о дружбе Израиля и Азербайджана. Ну, ладно. Бог ему судья, он, по крайней мере, еврей. Ему пофиг, что на армян, что на азербайджан. Когда ты вот армяне, это стыд и позор. И сегодня Роман Багдасарян разбушевался. Ему не понравилось, что я его упомянул в контексте мразоты и предательства. На мой взгляд, когда выступаешь на вражеском телеканале в стране, которая занимает 162 место из 168 возможных по уровню коррупции и нарушения прав человека. Это страна, которая занимается убийствами твоих же собственных граждан. Страна, держащая в плену более 50 армянских военнопленных и арцарских политиков. Вне зависимости от того, надо их судить за коррупцию или не надо. Если надо судить, надо судить в Армении. Люди, которые выкалывают глаза, отрезают пальцы и вставляют отрезанные пальцы в рот армянским женщинам на фронте. Вы понимаете, про кого имею в виду. Не буду сейчас эти видео выставлять. Вот. И вот, значит, Роман Багдасарян мне сегодня ответил. По крайней мере, мне прислали вот это видео. Он меня везде заблокировал. Но вы же понимаете, люди читают, смотрят. Вот мне прислали его ответ. Так что ты заслуживаешь еще раз попасть в бакинскую тюрьму. И я готов лично написать открытое письмо сотрудникам бакинской тюрьмы, чтобы в этот раз они тебя не два или три раза нагнули, а нагнули семь-восемь раз, чтобы ты уже не мог выйти из бакинской тюрьмы. Потому что, видимо, тебя не очень хорошо нагнули. Лапшин. Ну, как бы вы поняли, как бы содержание показывает уровень человека, в чем, собственно, никогда не сомневался. И самое главное, вот эта вот тема, вот этих всех изнасилований, жоп, бутылок, опустили. Вот это, знаете, у армян вот этого нету. Вот Багдасарян озвучивает это. Дело даже не в том, что в его ориентации, ну, я имею в виду гомосексуальной, то есть в этом абсолютно нет ничего плохого. Я прекрасно отношусь к ЛГБТ, и у меня есть знакомые, представьте, ЛГБТ. Ну, как бы даже и среди ЛГБТ, ну, есть такие люди, вот как он, ну, скажем так, отстойные, да. Вот. Но вот сама тональность, само использование слов, опускать, ну, вот это вот все, да, сексуальная, гомосексуальная тональность, она показывает, что Багдасарян, собственно, получает вот эти все тексты и повестку, получает из Азербайджана. То есть вот здесь все жопу, бутылки, изнасиловать, опустить. Это не армянская, это азербайджанская тема. Вот. И говоря это, он, собственно, показывает, откуда, так сказать, ноги растут в этом случае. Вот, знаете, мне часто говорят, что подай в суд на Романа Багдасаряна, он не вылезает из азербайджанских правительственных телеканалов, как я уже говорил, вообще потерял связь с реальностью от всяких там донатов из Баку. Но он что-то только про меня не говорит и не пишет, да, то есть как бы все основания у меня есть. Он угрожал изнасиловать мою супругу, угрожал изнасиловать мою мать, это есть все в переписках, я все это аккуратненько архивирую. У меня даже в папочке есть Багдасарян, 2023 год, Багдасарян, 2024 год, Багдасарян, скриншоты, Багдасарян, видео. Вот все четко разбито, значит, я точно так же готовлюсь к работе против Багдасаряна, так же как я готовился к Европейскому суду против Азербайджана и Комитету по правам человека ООН тоже против Азербайджана. И напомню, что облик кейса я выиграл и Баку был признан виновным в моем незаконном аресте в пытках покушения на убийство. Если Багдасарян думает, что он умнее Министерства юстиции Азербайджана, он меня переиграет, мы посмотрим. Вот знаете, в чем проблема таких людей? Они часто недооценивают нас с вами. А зря. Вот. Ну, ладно, вернемся к всяким этим глупостям. Вот здесь он угрожал использовать свои связи с азербайджанскими чиновниками. То есть я не сомневаюсь, что человек, который не вылезает с АСТВ, он общается и с службой госбезопасности Азербайджана генерала Ленагиева, которой на меня устроили два покушения в свое время, к счастью, неудачных. Спасибо службе национальной безопасности Республики Армения. То есть мы не сомневаемся, что связи у него там есть. Ну, понятно, что он просто так болтает. Надо, как говорится, бояться не тех, кто болтает, а тех, кто молчит. Но, тем не менее, всякие глупости, что я встречаюсь в каком-то московском ресторане, армянском, с карабахским кланом, при том, что я последний раз был в 2018 году в Российской Федерации, я туда не езжу, меня там просто арестуют. На меня там висит этот самый ордер на арест и от Азербайджана, и на меня висит там дело, заведенное за дискредитацию СВО, потому что я критикую войну на Украине. То есть я туда не езжу, даже на похороны собственного отца туда не езжу. Ну, как бы это показывает и достоверность всех его других сенсаций, там про других людей, как бы уровень. То есть если я заседаю в карабахских клановых каких-то ресторанах Москвы, хотя я там не был почти 7 лет, то, видимо, примерно то же самое и касается его информации про других людей. Что это нужно добавить еще? Ну, я понимаю, что Багдасарян, в общем-то, просто озвучивает то, что ему диктует из Азербайджана. То есть не может человек, к тому же армянин, вот так вот уверенно нести вот такую чушь. Причем он как-то умудряется это нести вот с таким азербайджанским акцентом. Я вообще не специалист по акцентам, но вот азербайджанцев по акцентам можно вообще четко определять сразу. Вот с таким же акцентом, я помню, еще с детства говорил, чувака звали Яшар, он торговал овощами и фруктами. У нас в Свергловске еще в советское время, еще был ребенком, третий класс ходил. Фруктами из нашего дома. Ну, вероятно, Багдасаряну присылают вот, значит, ну, повестку ему присылают, видимо, в виде голосовых сообщений. И как-то вот это вот он в той же тональности и подает. Ну, потому что уж настолько, чтобы человек говорил с азербайджанским акцентом, ну, я не знаю. Можно, конечно, сказать, что он там родился, но вроде как карабахский, я не в курсе. Но вот вы знаете, вот я, например, когда говорю на английском, да, он у меня не родной. То есть я его знаю неплохо, но он у меня не родной. Но из-за того, что я в России, в Советском Союзе не живу уже 34 года, мы в 90-м году эмигрировали в Израиль. Вот. Практически никогда не определяют у меня русский акцент. То есть акцент есть, но не русский. А вот тут прямо у него, вот как человек, как будто он живет где-то там в Янжеев какой-нибудь, да. Ну, чисто по акценту. Но в целом же тут можно сказать такую вещь, что когда вас материт, безусловно, неуважаемый человек, имеющий имидж, ну, проплаченного вруна, это как бы идет вам на пользу. Ну, чтобы вы подумались, например, азербайджанцы, ну, как бы я под азербайджанцами подразумеваю, как бы их агентуру в Армении, Багдасаряна там и всех прочих. То есть если бы все эти азербайджанцы, если бы они, например, стали бы меня хвалить, представляете? То есть то они меня ругают, что я армянский шпион, что я против Азербайджана. И вдруг начинают говорить, что это неплохой парень, и может быть мы сами с ним немножко ошиблись, что это было не так. И вот это вот вызывало бы подозрение, согласитесь, да? То есть, видимо, они поменяли свою повестку, они поменяли свою тональность, и, видимо, в таком случае о чем-то там договорились. Поэтому вот тот, кто хочет мне сильно навредить, это как раз вот продвигать вот это вот. То есть если бы меня хвалили бы азербайджанцы, ну, к счастью, нет. К счастью, у них не хватает на это ума. Вообще, если честно, то я сам грешен, знаете в чем? Я иногда сам шутку провоцирую Багдасаряна. Знаете как? А ему много не надо. То есть, как говорят, то, что у умного на уме, то у дурака на языке. Бывает просто я в комментариях могу ему написать бла-бла-бла. Вот просто слово бла-бла-бла. Или, например, ку-ку. И он сразу начинает беситься. И он тут же про меня начинает делать выпуск, что я работаю на этих, на Кремль, там на Моссад. Потом он говорит, что грязные жиды. Кстати, он еще про евреи говорил, что грязные жиды. И все прочее, прочее, прочее. И, в общем-то, много не нужно, чтобы его завести. И он начинает вот это все вываливать, 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 вываливать. И я всегда говорю так, что иной раз, значит, если такого дурака раскрутить на бла-бла-бла, он не сдержанный, он, как и многие представители вот этого нетрадиционного движения, он очень гиперэмоционален, он как бы не уверен немножко в себе, в своем теле, как бы в своих мыслях, в своей внешности. Ну, вот это есть, да. Это не то, что хорошо или плохо, но просто это вот такой психологический портрет. Как бы человек немножко стесняется своего тела, ну, не знаю, своей речи, каких-то, ну, своих, допустим, сексуальных способностей. Ну, вот что-то такое, да. И вот такие люди, они обычно очень легко заводятся, начинают нести полную чушь и компрометируют, он в данном случае компрометирует не только себя самого, но и Азербайджан в целом. Но лично для меня, вот, Роман Багдасарян, это показатель настроений в алийском эстеблишменте, ведь он часто забываясь, продвигает вот конкретных повест. Поэтому, как гласит еврейская пословица хорошая, держи друзей рядом с собой, а врагов держи еще ближе. Это, кстати, объясняет то, что я до сих пор не подал на него в суд, хотя у меня все это подшито, все есть. Вот. Как бы всему свое время. И тут еще надо такую вещь понимать, что, знаете, еще в мою бытность, когда я был активен в русскоязычном медиаполе России, это был начало 2000-х годов, были, знаете, помните, всякие эти самые школы троллей, Ольгинские, вот эти вот все, помните, которые там, особенно в 2014 году, вот, грязью поливали всех тех, кто выступал против политики России. Вот. Так вот, еще время, в то время был такой термин, сливной бачок. Вот, ну, как в унитазе, да? То есть находится какой-то человек, не очень большого ума, но очень такой, вот такой, вот, знаете, ну, как бы популярный, таких еще называют инфлюенсер. Вот. И через него сливают какие-то компроматы, реальные или вымышленные, против различных людей. Почему через них это сливают? Потому что, если кто-то их, например, грохнет, или причинит им какую-то, ну, какую-то боль, или там подаст на них в суд, или что-то такое, всегда можно спустить их в унитаз. Вот, грубо говоря, Багдасариан, это вот тот самый сливной бачок, который, который используют, ему подкидывают какую-нибудь информацию, как правило, фейковую. Я, честно говоря, не смотрю, не смотрю другие выпуски, но мне говорят, что он то про одного пишет, что он деньги отмывает, то этот ворует, то этот. Причем я так понимаю, что в основном все вранье. Может быть не все, но процент внестого вранье. По крайней мере, если ему говорят, что я в карабахских каких-то ресторанах в Москве сижу и что-то там обсуждаю, как навредить Пашиняну, хотя в России не был почти 7 лет, но нужно представить достоверности всех его других выпусков. Ну, то есть, грубо говоря, такой сливной бачок, то есть они через него что-то сливают, а он, в свою очередь, попадает под удар. И такие сливные бачки стоят, в общем-то, недорого, и они, в общем, создают некую такую погоду в обществе. Ну, вот примерно так. То есть, в принципе, это все, что я хотел сказать. Мне просто показалось забавно, что не успела буквально вчера опубликовать видео, что армянским блогером, выступающим на азербайджанских, пропагандистских, армянофобских каналов должно быть стыдно, как он мне ответил и пообещал написать письмо в Азербайджан, там, каким-то чиновникам, чтобы меня там опускали, изнасиловали и прочее, прочее. Ну, как говорится, на воре шапка горит. Вот, в принципе, это все, что я хотел рассказать, ребят. Такой немножко юмористический выпуск получился. Привет вам и хорошего дня или вечера. Субтитры создавал DimaTorzok